Нокия 2710 Слегка скользкого пластика с металлическими вставками Нокия 2710 оснащен TFT-дисплеем с разрешением 320 на 240 пикселей и диагональю 2,2 дюйма Как показала практика, для пешеходной навигации его размер достаточен А вот для автомобильной все же комфортнее будет экран побольше Клавиатура довольно удобна Крупные клавиши имеют короткий, но четкий ход Поскольку телефон навигационный, в наличии специальная кнопка вызова карт Которая размещена справа возле джойстика Разъемы microUSB и для карты памяти находятся слева Заглушки сделаны оригинально Плотно фиксируются и приятно выглядят А вот открываются они не слишком легко Справа находится только кнопка включения камеры Сверху отверстие стандартной зарядки Nokia и выход для наушников 3,5 мм Динамик у телефона один Он находится на задней панели и позволяет прослушивать музыку даже на максимальной мощности А вот отсутствие механических клавиш регулировки громкости не радует Многие привыкли ими пользоваться Также устройство оснащено 2-мегапиксельной камерой Объектив которой находится в верхней части задней панели Выдающегося качества снимков от нее ожидать не стоит Тут нет вспышки и автофокуса И видимо поэтому снимки получаются не слишком качественные даже при съемке на улице Nokia 2710 доступен в двух цветовых решениях Черном и серебристом Как мы уже говорили, телефон работает на старой доброй платформе S40 А значит функциональность стандартна и хорошо известна большинству пользователей Конечно же самая главная фишка 2710 Это поддержка GPS-навигации Впервые в данном классе С помощью предустановленного приложения Nokia Maps 2.1 мы получаем доступ как к автомобильной, так и к пешеходной навигации Отметим, что в телефоне установлен акселерометр, что позволяет использовать цифровой компас Для ускорения холодного старта и повышения чувствительности приема в 2710 также установлен модуль A-GPS Все как во взрослых устройствах Карты Украины от самой Nokia достаточно подробны Для отображения доступны около 40 видов объектов, достопримечательностей, которые можно убрать или добавить на карту Ну и конечно в наличии стандартные для любого GPS-навигатора функции Поиск адреса, определение текущего местоположения, сохранение необходимых адресов, голосовые подсказки Nokia 2710 позиционируется как бюджетный телефон с возможностью GPS-навигации Это подчеркивается и комплектацией Помимо самого терминала, в комплекте поставляется автомобильное крепление, зарядное устройство, работающее от прикуривателя и карта памяти на 2 ГБ В Nokia 2710 установлен аккумулятор BL5C емкостью 1020 мАч Заявленное время работы в режиме ожидания составляет 490 часов, около 20 суток По нашим оценкам, в режиме разговора устройство сможет функционировать около 12 часов А в режиме навигации, конечно, поменьше, около 6 Но и это достаточно хороший результат В конечном итоге Nokia 2710 имеет как сильные, так и слабые стороны Сервис GPS-навигации реализован качественно И может с успехом применяться во многих ситуациях Хотя, конечно, и не сможет на 100% заменить специализированный навигатор с крупным экраном Кроме того, это, по сути, самый доступный телефон с данной функцией Длительное время работы также можно отнести к положительным аспектам В остальном же это классический телефон Nokia Его внешний вид строг и минималистичен, что очень свойственно аппаратам компании Слабой стороной устройства можно назвать камеру Уж очень бюджетной она получилась Что же касается применения GPS, то, по нашему мнению 2710 хорошо подойдет в первую очередь для пешеходной навигации Так как для использования в автомобиле его экран уж слишком мал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok